всем огромное здравствуйте с вами алексей грильков и сегодня мы с вами приготовим шоколадную пиццу я хотел вот это я вообще сладкое не люблю я думаю что те кто давно на меня подписан это знают для меня чтобы добиться сделать что-то сладкое нужно сверх естественное чтобы произошло поэтому сегодня сделаю необычный рецепт в преддверии 8 марта может быть парни захотят сделать приятное своим дамам это действительно очень вкусно тем более что я проверил на себе это вкусно для тех кто любит сладкое то есть я съел один кусочек мне понравилось но какого-то лютого восторга я не получил но мне сложно говорить я думаю что в конце наташка попробует этот десерт и скажет каково ей потому что если выживет естественно потому что по мне судить о вкусности сладкого невозможно что мы с вами делаем как только этот ролик набирает нереальное количество лайков в виде 10 10 тысяч я начинаю думать что хорошего вкусного из десертов вам показать давайте договоримся на такой нотке потому что говорить вам что я буду раз в месяц сделать я не могу обещать такого ибо это немного не мое по поводу сегодняшнего рецепта будем использовать маршмеллоу так называемые на американская тема типа зефирки обычные наши зефирины не про не ну не подойдут они все по ходу расскажу тесто мы делать не будем все для мужиков что вот прям приехали в магазин все купили все готово но тесто естественно можно сделать ссылку оставлю здесь я его делал просто ну не хочется заморить хочется показать как это все быстро быстро сделать давайте приступим к приготовлению начинки шоколадно-зефирно-сливочный небольшой сотейник ставим на чуть выше средний огонь добавляем двадцати процентные сливки здесь 200 миллилитров ждем пока они закипят чтобы не терять время нам понадобится с вами две плитки шоколада вот он шоколад возьмите темный так это нам не надо фольгу будем использовать потом по назначению скажем так что делаем с плиткой шоколада во-первых покупать проверенный чтобы они растворялись не обязательно что это должно стоить дорого и колбасим на небольшие вот такие вот квадраты просто так это будет подтаиваться все быстрее сейчас я приведу две плитки шоколада то есть суммарно по граммам 190 грамм сливки на грани закипания а это значит можно добавлять шоколадец шоколад растворяйся добавляем все что мы приготовили короче вот так и постоянно постоянно перемешиваем прошло буквально минута видите что получилось почти как сырный соус только коричневый ставим его на такую небольшую подставку чтобы все это немного остыло а пока займемся тестом на поверхность добавляем немного муки им чтобы чтобы что чтобы у нас ничего не прилипло берем обычное дрожжевое тесто здесь его где-то 400 грамм немножко ставим нахлёст еще раз скажу сейчас наверху выскочит ссылка где я мог готовил это тесто просто хочется же быстро объяснить вам как все это дело сделать и начинаем раскатывать по истечению пяти минут вот таких интенсивных движений наташа тут даже немножко заскучала мы продолжаем с вами приготовления эта форма в которой я буду запекать соответственно пицца это должна быть размером с нее но так как я хочу сделать начинку в бортах поэтому что мы делаем мы ставим круг и включаем геометрию ребята постараемся сделать его чуть больше вот так вот у меня вообще по геометрии четверка была как у вас этими делами было вуаля остаток тесто убираем можно использовать пельмени вылепите любимый своей вот я думаю что пельмени вообще на работ пельмени стига скоро рецепт точно сделаем вот он круг тесто кладем на эту поверхность специальную я ее не смазываю маслом но она просто у меня с эти пригарным покрытием поэтому смотрите если у вас такой истории нет то лучше оливковым маслом хотя бы но смазать вот так вот укладываем и ждем сейчас будем заниматься дальше начинкой шоколад остыл теперь добавляем сюда это некая томатная паста думаю сейчас еще естественно до тюнингу им так смотрите по всей поверхности размазываем одним слоем основу пока отложим и теперь нам нужно до тюнинговать саму начинку смотрите добавляем 50 грамм зефирок ну так называемый маршмеллоу и перемешиваем между собой до однородный до однородного состояния бы лёха делает сладко так все теперь будем делать борты щедро вот прям щедро по краям вот так вот мы выстилаем тот рецепт где я подглядел его там было немножечко все по-другому но мы не будем повторяться мы будем делать собственный рецепт поэтому по кругу сейчас все это разносит осталось закрыть бортики вот именно об этом я вам говорил что нужно их делать пошире и по всей поверхности вот так вот введем пачка из шоколада вот такая красотулечка у нас пока получилось это не все вот такая все система очень интересная понадобится юбилейное печенье я очень люблю его именно и упоминься 5 штучек теперь берем пестик ну короче говоря чем-то удобным нужно раскалить теперь это нужно все опять вмешать сюда да мы сегодня дому чем этот шоколад до состояния нельзя опять же все перемешиваем это уже будет такая начальная начиночка вот начинку добавляем в центр и от центра и и сейчас мы будем с вами разносить по всей поверхности сверху обильно все посыпаем зефирками чтобы закрыть начинку полностью шоколадную пиццу отправляем разогретый духовой шкаф до 200 градусов обогрев должен включен быть и вверх и низа по времени сказать сложно где-то на это уйдет минут от 7 до 10 смотрите по тому что тесто начнет золотиться но мы с вами встретимся на представлении блюда и наташа будет пробовать пицца под кодовым названием слипшаяся попа готова ну тут конечно шоколада я не пожалел а также сверху я еще полил сиропом шоколадным можно клубничным а вы знаете самое интересное что если дело все происходит летом то сверху можно свежие малины можно клубники в очень такой сейчас просто это все очень дорого но тут фишка идет на шоколаде начали попробую я потом вы знаете она когда горячая у нее тянется эти маршмеллоу при по-русски короче зефирки при сколько здесь шоколада ё-моё сколько мясом можно купить поехали натали все нарождали наташа наверняка в кадре появится а нет ну давай расскажи сейчас мы включите чуть попозже это лишь очень очень даже для тебя сладко не сладким я сделал вывод тоже с сладким чаем самое то ну а так в целом зефирками классно получилось но это уже вообще жир наташ это свой любимый такое приготовишь ладно все давайте немного под это я не знаю что подытоживать вы знаете я скажу что это шоколадная пицца это даже наверное шоколадная не пицца а шоколадный такой некий пирог вкусно ли это вот для меня вкусно на уровне одного куска с чаем не сладким с этим бегемотом лентами как он называется бергамотом да либо эрол грей но без сахара я вообще чай всегда даже без сахара пью а тут о чем говорить столько сладости поэтому не знаю ну для меня это как бы перебор ребят еще раз повторюсь готов показывать сладкие рецепты только вот десятка набирается лайков я чем-то тирамису можно сделать я в принципе рецепты сладкого знаю но не люблю готовить люблю работать с мясом салате салаты даже супы какие-то но для вас если что пойду в общем как бы такой вот получился выпуск а у нас получается по стоимости 300 сколько 40 мы считали 340 рублей нет ну как бы не дешево но если любите сладкое поверьте мне вам понравится сто процентов не ничему не понравится это шоколад в шоколаде еще в тесте зефирками этими которые сейчас можно найти на сами везде они сейчас очень много где продаются ну а с вами был как всегда алексей грильков подписка на основной канал на лайв канал ссылка на группу вконтакте будет в описании до вкусных не сладких встреч пока